Всех приветствую, друзья, с вами Бэр. Добро пожаловать на канал. Мы продолжаем наше приключение World of Warcraft, продолжаем качать нашего персонажа, паладина, если что. В прошлый раз мы остановились на прокачке развития, и в принципе прокачку-то мы уже закончили, и надо переходить к полнейшему развитию. К сожалению, квесты достаточно сложные здесь, но выполнять их надо. Надо посмотреть, насколько мы добились уважения, и репутация повысилась ли у нас у гильдии драконов, скажем так, Драконий Союз. Да, достаточно у нас еще нет превознесения. Давайте посмотрим, кстати говоря, сколько у нас до превознесения. Блин, сегодня проснулся, прям чувствую себя очень замечательно, я так редко высыпаюсь качественно, иногда у меня сон вообще очень некачественный. Я не знаю, с чем это связано, видимо, связано с тем, что, как бы это правильно объяснить. Есть такая схема, в общем, во сне, если ты встаешь в определенно не тот промежуток времени, ну, допустим, ты поспал там 8 часов, ну, сколько там рекомендованные, да, и ты встал там 8-15, и попал вот в это окно крепкого очень сна, когда лучше не вставать, ну, достаточно правильного, так скажем, и встал, и ты будешь себя весь день чувствовать как разбитая просто, я не знаю, ну, по крайней мере, до середины дня, пока там хорошо, плотно не поешь, там, не выпьешь кофе и так далее, и не взбодришься, грубо говоря, физически, ты будешь себя очень, очень разбито чувствовать. А бывает такая фада, когда ты вот встал именно в то нужное время, ты встал нереально бодрым, как будто ты вообще просто вот хоть в космос запускаю, вот сейчас, к счастью, такое вот ощущение, оно, кстати, к сожалению, редко бывает, потому что наш обычный график, он зачастую попадает именно в то окно, когда ты разбитый и уставший, и ты встал, как будто вообще не спал, не отдохнул, и, в общем, к сожалению, так. Ладно, это личное, но, в принципе, ведь это не только прохождение мои и какой-то еще видеоблог, возможно, где я делюсь какой-то информацией, ну, я об этом всегда говорил, но это не в больших количествах, скажем так, я надеюсь, кому-то это будет интересно. Так вот, что у нас с отношением-то к нам? Фракция, фракция, равнодушие, киноарийская экспедиция, неудивительно, я туда вообще не ходил. Лол, меня кто-то превозносит в Луносвете, в Эгримаре, Подгороде, серьезно, что ли? Блин, я не помню, чтобы я там что-то делал, возможно, это по дефолту сделано было, или, возможно, за какие-то общие ачивки Транквилионе я сделал один, один, что ли, квест, наверное, может быть. Ладно. Драконий Союз, лишь почтение, лишь почтение, да я же сделал 2-3 квеста, ну, 2-3 квеста, окей, окей, ребята, почтение, только почтение. Факов, сколько я вообще должен тут рабствовать? Запрягли меня в квесты. Слушайте, а я эти боты почему не одел до сих пор? Мне казалось, что я их купил и одел. Не пойму. А, нет, я их не одевал, и... Тоже кольчуга, 40 вынослив, 49 к интеллекту. Это минус 49 к инту, блин, дает, поэтому... Но столько брони, 724 аж, блин. Пожертвуем ради брони. Так. Ну, по-хорошему, по-хорошему, мне по поводе забрать, и все. Ну, их можно купить, но все равно при вознесении нам надо делать. Не, еще можно с нашей накидкой походить по подземкам, да? Там дают очки. Ну, давайте попробуем. Да черт, я... Ой, как она меня быстро ваншотнула. Ну, блин, человек прокачанный. Так что у меня там письма какие-то. Наверное, спам. Так. Ненавижу, ненавижу. Блин, как дружить с Альянсом, когда ты за Орду? Да никак. Надо просто ваншотить. Короче, Альянс, вы меня достали. Я ваших нубов, вот вы меня сливаете постоянно. Я ваших нубов... Вот сейчас я закончу с паладином. Да даже не буду, наверное, заканчивать с паладином. Возьму параллельно, вкачая Рогу, просто на хардкоре. Ну, так, знаете, не под запись, скажем так, не под прохождение. Потому что прохождение, согласитесь, друзья мои, я вот много раз объяснял. Я не знаю, новые зрители знают, нет? Если не все серии смотрели, посмотрите хотя бы какие-нибудь стартовые, самые начальные. Давайте уйдем отсюда. Вот. Я говорил, что одно дело прокачиваться в офлайне. Я же в офлайне не играю, друзья мои. Я все записываю. Грубо говоря, наше приключение, оно полностью исключительно под запись идет, под серии. Если бы я в офлайне играл, безусловно, я бы быстрее достиг каких-либо успехов там в прокачке, в развитии персонажа. Вот. Ну, это я надеюсь, многим по дефолту понятно, но может кто-нибудь не знает, я поэтому объясняю. Вот. Так. У этого чувака. Что мы можем у этого чувака сделать? Пойдем вниз. Вот эти корюки и загогули, они... Корюки. Крюки, которые мы по сути на драконах делали. Не, я понимаю, для первого раза это норм. Но на постоянной основе это уже начинает, знаете, выбешивать, серьезно. Ну, типа, что мешает сразу вниз спуститься? Нет, ну, такое пикирование такое сделать. Нет, я понимаю, что... Блин, не, я не понимаю. Вот, я не понимаю, что мешает вниз спуститься, серьезно. Так вот. Так что, если бы мы развивались... О, блин, какой цвет приятный у нашего плаща, такой бирюзовый с красным. Очень хорошее сочетание. Такое необычное, но... Достаточно хорошее сочетание. Так, барахла у нас нету никакого. Мы даже... Мы даже никакого барахла не взяли. И опять эта сволочь долбаная. М-м-м, да. Вот ходит чувак, просто нубов выкашивает на фулл бафе. Реально у него фулл баф, у него прям все есть. Твинк наверняка, который ему баф дает. Нам просто ждать реза. Невозможно квесты делать. Ладно, мы потом будем гонгать альянс в отместку. Потому что у нас нубов гоняет. Мы будем гонять этих альянсовских нубов. Просто вот все вот эти крепости, крепость Стражей Зимы, вот эти все стартовые нуболоки, будем просто выкашивать по максимуму. Скажем так, в отместку. Так, у тебя что-то продается, какой-то хлам. Да. В Золоране квесты, если будут, я буду их брать. Потому что там хорошие квесты. Их надо постараться выполнить. И вот как... Ремонт, ремонт, надо ремонт сделать. Как после вот этого, блин, вот этих гаргов оправиться и быстро забавиться и пойти квесты выполнять. Да никак. О, опять эта жопа. Пошел ты. Да ну тебя в одно место. Ну серьезно. У него просто один скилл меня выносит. Один нюк. Да он еще тут не один гоняет. А вот и нуб, какой-то нуб. Вот этого нуба я бы смог зафармить. Может быть, он дорогу для нуба свою очищает там. Типа, чтобы... Короче, сейчас рисуемся. Да ладно, 60 до воскрешения. ОКОВ. Нажал я на паузу пока... Пока мы резаемся. Блин, это сволочь где-то здесь-то тусуется. Он 100% где-нибудь в воздухе завис и просто сидит. Ну ничего, ничего. Ничего, мы ему отомстим. Когда у нас нормальный эквипмент будет. Долбанный альянс. Здесь хоть заныкаемся. Окей, бафы себе повесим. Так. Не, пока крест накинем. Пускай мана восстанавливается. И ауру надо переключать на скорость, да. Мы же будем, вот когда будем бегать, повышать скорость тех передвижений. Все, верхом, отлично. Скорость должна быть хорошая. Кстати, у нас же доступен теперь другой. Не просто конь, а... Боевой он обычный, а этот... Толосийский, он же получше будет. Да, он на... Побыстрее должен бегать. На 100%. Так, давайте, кстати, вынесем этого пока сюда куда-нибудь. Маны пока нет, но ладно. Все. О, сауры быстр... Ух, как хорошо бегает сауры-то. Что-то я как-то не сориентировался пораньше ее юзать. Увеличить сопротивление магии льда. Увеличить сопротивление огню и... Сопротивление магии всех участников группы рейда. Просто магии. А это сокращение времени, теряемое участниками группы или рейда в радиусе 40 из-за получения урона при произнесении или пропаде. Я понял, короче, грубо говоря, время из-за получения нами урона к восстановлению. Там же есть какой-то таймлок до восстановления. После удара по тебе какого-нибудь моба или врага, там, я не знаю. Таймлок, который должен пройти, чтобы у тебя скилл активировался. Вот, собственно говоря, об этом и речи идет. Не знаю, тот чувак на присте, он меня специально убивал, чтобы я его нуба не убил? Твинка его? Или он просто по фану это делал? Не знаю, посмотрим. Так. А он-то сволочь летает, а мы его надо зафармить. Кстати говоря, мы можем его отравить сходу. Давайте-ка и сделаем это. Блин, почему он улетел? А, он же... Ну, потому что он летает, лол. Поэтому он улетел. Так, ну ничего, мы его... Мы его застанем врасплох. Какие здесь... Столбы непонятные, магические проходы. Я в этот момент завидую чувакам, которые хорошо-хорошо знают лор. Я просто понятия не имею, что это за столбы. И что там за сюжет с Голокрондом. Вкратце. Где-где-где? Летит-летит-летит. Вон тень. По тени ориентируемся. Блин, надо, наверное, другого моба выискать. Вот этот. Вот у этого камня, да. Вот здесь его нормально можно застать. Врасплох. Да-да-да-да. А может, его вначале нюкнуть, а потом... Отравить. Или вначале отравить, а потом нюкнуть. Во-во-во-во. Поехали. Есть. Все. Вкинули мы в него. Спуститься должен. Странно, я его травил, а он не спускается. Блин, не пойму. Значит, его, короче, надо вначале гангать. Потом травить. А, нет, этого мы точно не замочим. Сара-страза. Блин, красивые неписи. Даже как-то грешно их мочить. Вот такого маунта бы себе. О, это сияние. О, это сияние. Десять минут, но это прилично для очереди. Все улетели. Осталась одна нежить. Классика. Жанра. Да ладно, у меня еще эта локация была не открыта. Лол. Я здесь только бегал. Короче, попытаемся вначале ударить, а потом напасть. Вернее, отравить. Чего не все улетели, е-мое. А, ну, может быть, я не в самой нужной точке? Может, они где-нибудь тут-тут? Радиус покрытия квеста. Показывает, что они здесь. Ну, вот один тусует. Ну, вот за ним бегать теперь. Капец, он быстро летит. И вне зоны действия. Еще таргет сбрасывает. Да, и как... Прям как на зло подземка. Ладно. Да черт его. Сейчас он здесь повернет. Короче, надо его на повороте ловить. Прям какая-то охота на зайцев, а не на драконов. Ну, это Утгард. Это мы быстро пройдем. Что-то за воин. Зов хаоса топор королей лордерона. Ну, это нормальный топор. Амулет и прочий хлам. О, ну мы по профессиональному проходим. Нам качаться не надо. Видимо, все вкачаны, да? Переагривай. Есть шанс что-нибудь нормальное дрогнуть. Ну, вот чем чаще я хожу по подземкам, тем больше убеждаюсь, что фиолет здесь практически не падает на этих ловлах. Не знаю, так игрой задумано или вообще. О, хорошо. Ну, я заметил, что мы стали немножко получше дамажить при полном забафе. Ну, почти полный. Тут, конечно, много чего не хватает. Так, надо ауру переключить. А может лучше вот эту? Чтоб заклинания быстрее произносились. Ну, давайте пока хлам собирать. Много места у нас. Так, вот это классный, кстати, аксессуар. У чувака воля смертоносного обязательно его надо как-нибудь будет достать. Так. Так, оружие, пушки, всякие луки. Хм, кинем-ка на себя крест. Пускай будет мана. Вот такого бы мне перса и никакой бы... ...приз нам бы ничего не сделал. Просто ваншотнули бы его. А тем более за рогу. Добиваем. Чего-то у меня кот разорвался. Пойду-ка я его успокою. Так. О, кинжал. Прекрасный кинжал. Только он к духу и кинтует. Ну, это, короче, кинжал для шаманов. Вот. Все в этом духе. Пунич, ты че? Так, пока я мобов проходит, пойду его успокоим. На паузу нажим. Так, немножко успокоили кота. Ребята убежали. Ребят, вы куда? Подождите меня. Сколько дропа. Не, кот не успокоился. А, ну, сейчас я его на балкон выпущу. Так. О, какие-то накидки поперли. Они только до лестницы дошли, блин. Я уже думал, они полутгерта снесли. Надо почаще гнев карателей юзать. Почаще. Скилл не так много стоит. Зато много бафа дает. Ну, с другой стороны, как не так много? Многие скиллы у некоторых персонажей так вообще столько не потребляют. Но это такой минус. Паладин, они все же у него одни плюсы должны быть. Хм-хм-хм-хм-хм. Хм-хм-хм-хм-хм-хм. О, хорошая кираска. Но не для нас. Если выпадет, продадим ее. Окей. Амулеты, амулеты. К духу, к чрезаклинанию, к интеллекту. Рядом много к инту дает. Ну, надо нам добить наш уровень экипировки и уже ходить все-таки по легендарным подземелям. Ну, это пока такая небольшая цель. Но этот уровень мы можем поднять, когда... Сколько у нас сейчас? Общий левел. Надо потом глянуть. Гирскор. Как он там называется. Надо поставить и позырить, что там у нас. Мы уже на финишной прямой. Ну, давай. Врываемся. Давайте скорости быстро переключимся. Стан, я переключал ауру. Так, здесь тоже на КД. Быстро сносим ему ХП, пока он трансформируется. Здесь лучше печать порчи накидывать. Так. Огромная нежить. Интересно, он понял, что он стал нежитью? Я думаю, нет. Все, ГЦ, ГЦ, ГЦ. Поножие на кожу. Ну, это тоже какой-то дроп для шаманов там а-ля друидов. Так, всем СПС. Пун. Так, ладно, добиваем квест. Где они опять? Блин, он на повороте должен быть. Вот здесь. Ни одного непися. Короче. Хорошо, что верху можно переключать ауры. Вот он, вот он. Вот он. Еще один. Блин, шлепнулись. Так. Штормовой великан. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. В зоне действия. Почему не в зоне действия? Как они меня бесят уже. А может здесь надо наверх подняться? Давайте попробуем. Мне кажется, здесь неспроста такой подъем. Наси призыватель молний. Его нам точно вообще не надо бить. Он просто доходит. О, огромный. На нем еще сидит какой-то НПЦ. Драконы вы где? Ни одного. Как их выцеплять, я понять не имею. Когда они нафиг не нужны, они тут как тут. Ну вот, в таргете я в принципе достаю. Туннельная личинка. Личинку хоть убьем, я не знаю. Чертова личинка. Она мне напомнила фильм «Звездный десант». Помните такой там? Потому что против жуков воевали. Блин, здесь их дофига. Люди вес, жуки. Короче, я так понял, за ним не надо бегать. Надо просто на месте стоять, ждать, где он появится. Ну вот здесь их дофига было. Ну, сами видите, друзья мои, вот ни одного в упор нету просто. Где все, кто их выкосил? Может здесь, прям по центру. Так, что-то пролетело. Да, вот это он поднялся. Капец, мне кажется, они до какого-то момента просто вообще супер высоко поднимаются. Их вообще не достать. По-нормальному. Ага, вот один есть. Ну, кинул. И что-то им пофигу. Он зацепил их. Есть, на него отравилось. Ну, кинуло отравление. И что дальше? Ну, кипу улетел. Ну, вот еще можно кинуть. Да капец, что такое? Факов. Может в покой Голокронду зайти? Ну, я не вижу, чтобы они здесь вообще летали. Вот еще один пошел. Надо хотя бы на радиус нюка выйти. Короче. Давай, 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 давай. Долбанный маунт. Мамонт. Маунт. Это хлам. Что, здесь тоже подъемника нет? Мне показалось, что здесь есть подъемник. Здесь тупо дракон лежит. И ни один не пролетит, да? Как на зло. Ну, короче, надо идти до Лоран, делать себе маунта. Вернее, так, возможность полетов. Верховой езде. И уже потом выполнять этот квест. Что-то, какой-то гемор реально дикий. Ну, тут вообще обсидиановое святилище драконов. Может, они там просто кучкуются? А здесь только в воздухе? Вообще, здесь их полно было. Почему-то сейчас их кардинально меньше. Я не знаю, в прошлых сериях они просто кишили. Как этот. Так, ну-ка, я вообще должен быть в зоне действия на него. Скилл не отображается. Офигеть. Как на зло, берешься квесты выполнять, и они все куда-то слились. А я почему сагрился? Ладно. Попробуем загонгать его. Попробуем загонгать его. Попробуем загонгать его. Готови, толстый. быстренько отхилимся вот этот скилл чаще надеюсь продаман жрет до фига да надо немного другу ауру сделать просто на бронь так ну окей его мы загонгали неплохой с него дроп но где драконы ни одного дракона в упор где-то они должны быть точно хотя бы приземляться блин чо я застрял 6 так можно вот маунта скинуть все на где-то они точно должны быть и и и и Продолжение следует... Почему нам нужен маунт верховой? Ну, это, наверное, потому что мы сможем сверху ее загонгать. Я не знаю просто, как еще достать этих драконов. Так, ледяную ткань стараемся собирать. Это такой достаточно хороший ресурс, который может пригодиться. Че, ватафак, отравление? Лол. Ну ладно. Нормально. Так, отряд Кру... Коркана. Слушайте, это неплохой респаун. Ладно, давайте здесь срестимся. Посмотрим, че здесь вообще есть. У нас, кстати, квест здесь неподалеку. Может быть, выполним его. Так... К нам вообще здесь лояльны? Или нам здесь башню снесут? Двор черепов. Проход ледяную корону. Нет, здесь вообще опасно. Так... 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 Но квест надо выполнять. Так... Что у нас здесь? Что у нас здесь? Тут еще и альянс. Ну капец, прям... Мега-недружелюбная лока для нас. Крепость Фордрагона. И нежик кругом кишит. Так, обсидиановое святилище. Но нам туда надо как-нибудь пройти. В обсидиановое святилище. Попробуем зайти. Слушайте, не через крепость Фордрагона сюда можно зайти. Тут нам надо просто вообще зачекиниться. Насколько я понял. Тут столько нежити. Хотя, если быстро бегать... Слушайте, а есть ли вообще там проход? Похоже на все, что здесь нет прохода. Туда. Хотя... Тут какая-то лазейка имеется. Часовые дерутся. Нифига себе, мне же жесткая. Часового ваншотает просто. Офигеть здесь замес. Так, внимание, вопрос. Куда нам теперь? Налево пойдешь. Точно смерть сыщем. Блин, здесь просто какой-то масухой уничтожили нас. Ладно. Короче, я потом резнусь. Когда КД спадет. Ладно, друзья мои. А вам спасибо за просмотр. Эта серия подходит к концу. Было сложно, но мы займемся в следующей серии, наверное, все-таки больше делом, нежели просто беготней. Сколько, кстати, у нас превознесения-то у нас нет еще? Просто пока почтение. Странно. Хотя я подземки прохожу. Ладно. В общем, посмотрим по ситуации, что у нас будет здесь доступно. Куда нам здесь вообще бежать? Может, гляну какой-нибудь его в ДБ. Здесь правильно пройти-то можно. Наверное, все-таки с этой стороной обходом. Тут что-то как-то неправильно отображается все. И сделаем себе возможность летать. Обучимся у мастера полетов. Что все-таки мы не бегали под Нордсколу. На 80-м это уже такое себе. Ну и продолжим дальнейшее развитие нашего персонажа. И изучение мира игры. Ладно, друзья, мы вам спасибо за просмотр. Увидимся, обязательно услышимся. Всем хорошего настроения. Пока.